Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете новости на канале ИТОН ТВ. Все самые главные и важные события дня в Израиле и мире, в одной программе прямо сейчас на нашем канале. Сегодня 8 ноября, пятница, 399 день войны в Израиле. И это главные новости на канале ИТОН ТВ. Сегодня в новостях. Попытка покушения на Аэталу Хамении, Аэтала возможно ранен. Победа Трампа заставит Иран отменить удар по Израилю. Подготовка к иранской атаке, в дополнение к Б-52 на Ближний Восток прибыли американские F-15. Чего ждать Израилю от последних недель правления Байдена? Церемония памяти погибших солдат-репатриантов пройдет в Тель-Авиве. Ливан усиливает армию, чтобы разместить ее у израильской границы. За сутки Цахал ликвидировал 60 террористов в Ливане. Минобороны закупает эскадрилью из 25 самолетов F-15. В Израиле суд сможет приговаривать террористов в возрасте до 14 лет к тюремному заключению. Служба новостей канала ИТОН ТВ просит вас ставить лайки под нашими видео. Писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Если у вас есть возможность поддержать наш канал финансово, мы будем вам благодарны. По информации авторитетных источников, в иранской оппозиции недавно была предпринята попытка покушения на верховного лидера Ирана Аэталу Али Хаминеи. Как сообщают источники, операцией якобы руководили офицеры Ксир среднего звена, недовольные мягкой линией Рахбара в отношении ответа Израилю. Предполагается, что во главе страны должен был встать Аэтала Ахмад Хатами, это еще один влиятельный религиозный лидер, который активно поддерживает антиизраильскую риторику. Он также имеет тесные связи с влиятельными политическими группировками в Иране, которые способствуют радикальной внешней политике. Некоторые представители разведывательных структур Ближнего Востока сообщили, что с момента покушения Аэтала Хаминеи не появлялся на публике уже в течение двух дней. Это послужило основанием для слухов о его ранении. В Иране ожидаются массовые аресты среди офицеров Ксир. Безусловно, если о ранении Хаминеи станет известно широкой публике. В Иране в этом обвинят Израилей ЦРУ. Бывший генеральный директор Иранского правительственного информационного агентства профессор Абдулла Насери заявил, что возвращение Дональда Трампа к власти в США приведет к ослаблению влияния на регион корпуса стражи Исламской революции и заставит Иран проводить более осторожную политику. Поскольку иранский лидер Аэтала Хаминеи и руководство Ксир намного сильнее боятся Трампа, чем боялись бы Камалы Харрис. 7 ноября стало известно, что на Ближний Восток прибыли дополнительные американские истребители F-15, усиливающие уже размещенные бомбардировщики B-52 для возможного противодействия иранским угрозам в отношении Израиля. Эти шаги являются частью стратегии США по усилению военного присутствия в регионе на фоне возможной ответной атаки Ирана после его угрожающих заявлений. В рамках подготовки к возможной эскалации конфликта США также отправили на Ближний Восток дополнительные эскадрильи истребителей F-16, а также самолеты-заправщики для поддержки операций в случае необходимости. Ожидается, что Иран может принять стратегические решения по своей ядерной программе, что осложнит отношения с США и Израилем. До вступления в должность Дональда Трампа остаются всего 10 недель, и администрация Байдена старается завершить несколько международных проектов, в том числе в области Ближнего Востока. Однако, по мнению аналитиков, шансов на завершение конфликтов с Ираном-Ливаном и Газой до ухода Байдена крайне мало. Вместе с тем обсуждаются возможности эмбарго на поставки оружия в Израиль, если не будет увеличена гуманитарная помощь в Газу. Цахал уничтожил в Газе двухкилометровый туннель и боевиков, участвовавших в атаке 7 октября. Военнослужащие Южной бригады Цахал и Бедуинского подразделения 585 завершили операцию по уничтожению подземной и наземной инфраструктуры террора на юге сектора Газы. Операция, которая началась несколько дней назад в зачистке территории с помощью ВВС Цахал, привела к ликвидации двух наступательных туннелей общей протяженностью более двух километров, в которых хранилось оружие и боеприпасы. Во время операции были уничтожены несколько террористов, в том числе двое участвовавших в атаке 7 октября. Сегодня Израиль отмечает День репатриантов, а 10 ноября состоится церемония памяти 60 солдат-репатриантов, погибших в ходе войны 7 октября. Среди погибших – выпускники молодежной программы на аллее участники скаутского отряда Цабар. Церемония пройдет в Тель-Авиве, а также стартует мемориальный проект под эгидой организации «Миллионное лобби». Тем временем президент Израиля вручил награды пяти репатриантам. 7 ноября в резиденции президента Израиля прошла торжественная церемония, на которой награды за вклад в общественную деятельность во время войны получили пять репатриантов. Среди награжденных – инженер Ирена Маман, разработчик Павел Гинсбург, хирург Александр Лернер, волонтер Адриана Фольберг-Блюм и активистка Ариэль Биттен. Награды были присуждены за их самоотверженный вклад в помощь армии и обществу в условиях войны. В 6 ноября правительство Ливана одобрило бюджет на набор дополнительных солдат для контроля приграничной территории с Израилем, что является шагом к укреплению армии и выполнению резолюции ООН 1701. В настоящее время на границе с Израилем дислоцированы 4500 солдат, однако их численность планируется увеличить в три этапа, доведя количество войск до 11000. Этот шаг Ливан рассматривает как часть долгосрочной стратегии по обеспечению стабильности на юге страны, с соблюдением резолюции ООН, которую правительство считает основой мирного сосуществования с соседним Израилем. Ливан также призывает к прекращению огня и обвиняет Израиль в агрессии. 7 ноября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 60 террористов в Ливане в результате атак на объекты Хизбаллы и Хамас. Израильские ВВС нанесли удары по 100 целям, включая ракетные установки и склады оружия. В ходе операций на юге Ливана продолжались боевые действия против террористической инфраструктуры. В секторе Газа израильские войска также продолжили атаки на объекты Хамас, уничтожив около 50 террористов. ЦАХАЛ сообщает о значительных успехах в ликвидации угроз, одновременно обеспечивая эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий. Министерство обороны Израиля заключило крупную сделку с компанией Boeing на закупку 25 новейших истребителей F-15E. Сделка на сумму около 5,2 миллиарда долларов обеспечит Израиль новыми высокотехнологичными самолетами, которые будут поставляться в 2031 году. Эти самолеты будут оснащены усовершенствованными израильскими системами вооружения. Сделка также углубляет стратегическое сотрудничество между США и Израилем в области безопасности, что подчеркивает важность сохранения регионального превосходства в условиях напряженности на Ближнем Востоке. 7 ноября Кнесет Израиля одобрил закон, который дает судам право приговаривать несовершеннолетних террористов в возрасте от 12 до 14 лет к тюремному заключению. Закон вступает в силу на 5 лет и в случае, если несовершеннолетний осужден за убийство в результате террористической деятельности, он может быть переведен в закрытое учреждение. По достижении 14 лет такие преступники будут переводиться в обычную тюрьму. Кроме того, прокуратура подала обвинение против двух несовершеннолетних, которые планировали теракты. Они прошли обучение по изготовлению взрывчатки и планировали атаки на сотрудников сил безопасности. Это были главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Чтобы не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал.